Пещера чудес рассказывает историю группы детей, которые обнаруживают секретную пещеру, населенную различными странными существами. В ходе своего приключения они узнают о проблемах, с которыми сталкиваются эти существа, и используют свою находчивость и творческий подход, чтобы помочь им. Пещера чудес. В тот день дети из маленького городка решили отправиться на прогулку на окраину города. Исследовав окрестности на славу, они искали что-то новое и интересное. Именно тогда они наткнулись на таинственную пещеру, которую раньше никогда не замечали. Дети были очарованы этой пещерой и сразу же отправились на поиски входа в нее. Когда они нашли вход в пещеру, они спустились в темную пещеру, используя только факел и свою храбрость. Когда они достигли дна пещеры, то увидели перед собой множество странных существ. Там были гоблины, эльфы, драконы, гномы и многие другие странные существа. Дети были потрясены и восхищены, но вскоре выяснилось, что у них тоже есть проблема. Темная сила пытается захватить контроль над пещерой и всеми живущими в ней людьми. Дети решили помочь своим новым друзьям. Они исследовали пещеру и нашли много полезных вещей, которые могли бы использовать в своих планах. Затем они сделали ловушки, приготовили оружие и разработали планы по борьбе с темными силами. И когда темные силы наконец напали на пещеру, дети стали героями. Они сражались с полчищами врагов и использовали все свои навыки, чтобы защитить своих новых друзей. Наконец, им удалось победить врагов и защитить пещеру. Эта история о детях, нашедших таинственную пещеру, стала легендой в маленьком городке. Дети узнали, что они могут быть настоящими героями, если только поверят в себя и используют свою смекалку и творческие способности. А их новые друзья, волшебные существа, наконец-то смогли жить в мире и безопасности.